4 февраля – Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями. В преддверии этой даты в Тверской области стартовала неделя профилактики рака. Эта болезнь занимает одну из лидирующих позиций в мире по смертоносности. Раннее выявление этого недуга – залог удачного лечения. Как не пропустить начало болезни, кто в группе риска и какие обследования нужно проходить, расскажем в следующем материале. На сегодняшний день профилактика онкозаболеваний – один из самых острых вопросов медицинского сообщества. Ведь смертность от этого недуга не снижается. На первых ролях это раки молочной железы у женщин, потом идет женская половая сфера, то есть шейка матки-матки, ну и рак эндометрия. У мужчин рак легких, рак желудка, рак толстого кишечника, щитовидка, да, достаточно высокие места. Для рака есть факторы риска. Первый – это возраст. После 40-45 лет врачи рекомендуют проходить ежегодную диспансеризацию. Для каждого возраста и пола составлена программа. Второй – наследственность. Третий – вредные привычки, малоподвижность, ожирение и экология. Медики рекомендуют прислушиваться к своему организму. Нужно помнить, что есть так называемые малые признаки, при которых человек должен, в общем-то, встревожиться. То есть это, в первую очередь, немотивированная потеря веса. Это немотивированная лихорадка. Для ряда онкологических заболеваний характерны температурные свечки, когда раз в 3-4 дня, совершенно без причин, поднимаются от высокой температуры. Это появление болевого синдрома. Конечно, не каждый случай онкологии сразу проявляет себя. Поэтому, по данным статистики новообразования, в желудочно-кишечном тракте – третья причина смертности в мире. У четырех из пяти пациентов его диагностируют на поздних сроках, так как он не всегда проявляет себя на начальном этапе. Среди клинических проявлений рака желудочно-кишечного тракта – потеря аппетита и веса, боль в животе, ощущение наполненности после небольших порций еды, скопление жидкости или воздуха в брюшной полости. Эндоскопия является основным методом диагностики рака. Она помогает увидеть, где расположена опухоль, оценить ее размеры и глубину прорастания. Современная эндоскопия – это ранний метод диагностики и лечения. Онкозаболевание – не приговор, если оно диагностировано на ранних этапах. Например, как рак молочной железы. После его лечения пациентки зачастую живут долгие годы без рецидивов. Если женщине за 40, то раз в год нужно взять за правило проходить маммографию. Две косые проекции. Видим, что в проекции верхнего ножного квадранта левой молочной железы образование. С четкими контурами здесь, скорее всего, это киста. Так техника, в отличие от человека, точно не пропустит отклонения. На маммографии мы видим образование малышных желез. Самые первые признаки, начиная от микрокальцинатов. Бывает, что женщины приходят уже с достаточно крупными образованиями, хотя их ничего не беспокоит. И такой метод, как маммография, отлично проходит для диагностики образования малышных желез. Помимо маммографии, врачи рекомендуют делать флюорографию грудной клетки. Еще важно УЗИ-исследование. Оно также способно показать отклонения. Вообще, врачи рекомендуют гражданам старше 40 лет, всем без исключения, раз в год проходить диспансеризацию. Если у пациента есть жалобы или врачи увидят отклонения, то пациента отправят на углубленную диспансеризацию. В ее рамках также по полису УМС можно пройти часть исследований. Записаться можно в регистратуре поликлиники. По времени процесс займет два дня.